С вами Утро 24KZ. Как всегда, о событиях в Казахстане, во всем мире. Для вас в студии Лунар Исен. И Тимур Саппар. Мы начинаем. В Израиле до 30 сентября ввели режим особого положения. К такому решению там пришли на фоне эскалации ударов по Ливану. Власти страны опасаются, что Хезбалла усилит ракетные обстрелы. Режим особого положения расширяет полномочия военных в регулировании гражданской активности. Теперь они могут запрещать массовые собрания, ограничивать посещение учебных заведений, вводить дополнительные меры, необходимые для безопасности граждан. Израильская военная операция в секторе Газа. Растущее число погибших среди палестинцев и обострение ситуации на Ливано-Израильской границе. Эти темы станут ключевыми на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Нью-Йорке открывается неделя высокого уровня. В дискуссии примут участие более 130 глав государств и свыше 100 министров иностранных дел. Главным событием мероприятия станут общие прения. Это дебаты мировых лидеров. Перед их началом выступит генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и председатель 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Филимон Янг. Откроют прения согласно устоявшейся традиции президенты Бразилии и США. В течение пяти дней политики будут обсуждать вопросы предотвращения и урегулирования конфликтов борьбы с последствиями изменения климата, социально-экономического развития и другие глобальные проблемы. Около 70% посевных площадей уничтожены в венгерском городе Надьмарош в результате масштабного наводнения. Я напомню, большая вода пришла в центральную Европу на прошлой неделе в результате циклона Борис, который принес в регион проливные дожди. Из-за этого местная река Дуная вышла из берегов. В настоящее время пик наводнения в Венгрии уже пройден, об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Специалисты еще подсчитывают ущерб нанесенной инфраструктуре. Около 70% посевной площади затоплено. Многие овощи находились в конце цикла созревания, в том числе томаты, перцы и картофель. Из-за затопленных полей мы не сможем провести новый посев и подготовить почву к следующему году. А сейчас о ситуации в нашей стране. Больше 16 миллионов тонн зерна намолотили казахстанские аграрии к этому дню. И прямо сейчас мы перейдем к цифрам. Предлагаем вам обратить внимание на экран. Здесь есть статистика по регионам. Всего в этом сезоне они засеяли 23 миллиона гектара земель. Убрано свыше 11 миллионов гектаров зерновых и зернобобовых культур. В разрезе регионов лидирует Акмолинская область. Как вы видели, урожай там собрали с 3 миллионов гектаров. В Карагандинской области сделали чуть меньше. В североказахстанском регионе больше 2 миллионов гектаров. И в Кустанайской области, вот вы видите, около 3 миллионов. Как я говорила ранее, в североказахстанской области больше 2 миллионов гектара земель. Урожая собрали. К завершению близится уборочная кампания в Карагандинской области. Хорошая погода сыграла на пользу аграриям. По их расчетам, они соберут весь урожай до конца этого месяца. И наш корреспондент Лиана Жемлеханова побывала в одном из самых крупных хозяйств региона. Узнавала подробности. Фермеры региона уже собрали больше 60% зерна и картофеля с полей. Средняя урожайность 11,5 центнеров с гектара. Урожай в этом году собирают на площади 900 тысяч гектар, из них 766 тысяч – зерновые. Высокие результаты радуют аграриев, ведь подобные показатели были лишь 12 лет назад. Руководитель управления сельского хозяйства Саят Мусин делится. Техники достаточно, дистоплива есть, рабочей силы хватает. Сейчас самое главное – погода. Если погода будет хорошая, я думаю, до 29 числа уборочную компанию закрыть. Все хвостоваропроизводители у нас обеспечены льготным дизельным топливом по цене 245 тенге. По дизелю у нас проблем нет. Также нам выделено более 2000 тонн газа. Это на сушильные установки для сушки зерна. В одном из самых крупных крестьянских хозяйств Шахтерская в Нуринском районе посадили зерновые картофель на площади 36 тысяч гектар. В среднем с каждого гектара здесь собрали по 18-20 центнеров зерна. Чтобы достичь таких высоких результатов, главе крестьянского хозяйства Георгию Прокопу пришлось преодолеть немало испытаний. Весной из-за обильных дождей было сложно провести агротехнические мероприятия. У нас была осень очень влажная, весна очень влажная. Но, тем не менее, мы посеяли ту плановую площадь, которую необходимо нам было посеять. Зерновые все посеяли, правда, с некоторым опозданием. Посадили плановые 100 гектаров картофеля, которые мы выращиваем на решение. Через пару дней картофель в крестьянском хозяйстве соберут полностью. Результаты тоже хорошие. 500 центнеров с гектара. Всего с полей соберут 27 тысяч тонн картофеля, и это на 7 тысяч тонн больше. Для агронома Адидара Акишева горячая пора, ведь нужно успеть убрать урожай, пока солнечно. По сравнению с прошлым годом, это, можно сказать, в этом году очень хорошо и лучше. Ориентировочно около 150 центнеров разница. Ребята, механизаторы очень хорошие, все молодые. 14 трактористов, 4 поливных человека в бригаде. Ну, коллектив дружный. В Карагандинском регионе под картофель в этом году отвели 11,5 тысяч гектар. Фермеры ожидают, что урожай будет больше, чем в прошлом году, и превысит потребности области. Карагандинский картофель будут поставлять в столицу и южные регионы страны. Лиана Жамльханова, Сайрана Камбаев, Зарина Зулпыхарка, Карагандинская область, 24КЗ. А сейчас Павлодарскую область. Там в три раза больше собрали, чем в прошлом году пшеницы. Качество зерна тоже радует аграриев. Жатва в регионе набирает темпы. В области собрали чуть больше половины урожая с 500 тысяч гектаров зерновых посевов. Намолотили 650 тысяч тонн зерна. Из них больше 17 тысяч тонн доставили на элеваторы. По данным проткорпорации, в зависимости от класса цены на пшеницу варьируется от 80 тысяч тонн до 110 тысяч. Сообщил руководитель отдела управления сельского хозяйства Есента и Мурсалимов. Объявлен закуп. Но закуп в первую очередь будет закуп форвардного зерна. А затем уже будет вопрос стоять о коммерческом запахе. В целом полеводстве заняты 1385 хозяйств. Это которые занимаются полевыми работами. Уборочная площадь у нас в этом году на 165 тысяч гектар больше в уровне прошлого года. Если погодные условия будут нормальные, я думаю, что в конце первой декады уже близки будем к завершению. И о погоде снег может выпасть в Акмолинске и Североказахстанской областях. Казгидромет прогнозирует в этих регионах осадки и похолодания. Температура воздуха ночью опустится там до 7 градусов мороза. По информации синоптиков, дожди пройдут на западе, востоке и в центре страны. Ясная погода будет только в южных регионах. По республике ожидается усиление ветра. В Астане солнечно, без осадков. Столбики термометров покажут плюс 15 градусов тепла. Остается лишь добавить, чтобы одевались теплее. Давай перейдем к другой теме. Сегодня в правительстве обсудят ликвидацию последствий паводков и их предупреждений. Напомню, ранее в стране выделили больше миллиарда тенге на восстановление электросетей в Западной Казахстанской области. Средства перечислят в бюджет региона. Больше миллиарда тенге из чрезвычайного резерва выделят на ремонт электросетей в Кустанайской области. Прямую трансляцию заседания. Можно посмотреть на официальном сайте правительства или в социальных сетях. А вот казахстанские автолюбители отдают предпочтение новым автомобилям. Об этом мы поговорим прямо сейчас, через секунду с нашим экономическим обозревателем. Сабина Балашкина в эфире с нами. Приветствуем тебя, Сабина. Что вообще происходит на рынке? Об этом как раз таки буквально через пару секунд. Всего 4 тысячи подержанных машин приобрели казахстанцы в первом квартале 2024-го. Это данные Казахстанского автомобильного союза. О том, что казахстанцы отдают предпочтение новым автомобилям, говорят цифры. В первом квартале два года жители страны приобрели почти 76 тысяч машин. Больше половины из них приходятся на новые автомобили с салона. Еще 34 тысячи – это машины старше одного года. Не так гладко обстоят дела на рынке автомобилей с пробегом. Всего 4 тысячи сделок. И эти показатели не сравнятся с прошлогодними. Как отмечает президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева, в 2023-м в Казахстан завезли рекордное количество бэушных машин. Если брать 2023 год, то всего было в Казахстане впервые зарегистрировано больше 500 тысяч автомобилей. Среди этих автомобилей порядка 300 тысяч автомобилей – это были автомобили старше 7 лет. Это очень большая цифра. Это было сделано в результате легализации транспортных средств, когда тарифы на приобретение транспортных средств и растаможку транспортных средств в Казахстане резко снизились для старых автомобилей. Широкий выбор новых автомобилей разных брендов, моделей и ценового сегмента. И это не все, что привлекает потребителей. Помимо ассортимента, официальные дилеры предлагают заманчивые условия покупки. Финансовых инструментов на рынке хватает. Вплоть до предложения оформить новую машину без первоначального взноса или взять ее в рассрочку без переплаты. Дилеры часто объявляют скидки. Желающие обновить свой старый автомобиль на новый в основном пользуются услугой Trade-in. Кстати, на покупку новой машины автолюбитель в среднем тратит 12 миллионов тенге. Есть разные способы приобретения автомобилей по программе Trade-in. Есть способ, когда потребитель не хочет продавать свой автомобиль через автосалон, хочет сам напрямую продавать это физическому лицу. Можно поставить свой автомобиль на комиссию. И когда приходит покупатель, то два физлица между собой договариваются о стоимости и договариваются по сделке купли-продажи и совершают саму сделку. Второй вариант – это когда автосалон может выкупить у физического лица его старый автомобиль без дополнительного предложения. То есть покупатель может не покупать новый автомобиль, может просто сдать свой старый автомобиль и получить деньги. В Казахстане становится больше электромобилей. По дорогам страны колесят почти 11 тысяч зеленых машин. Эксперты прогнозируют, спрос на них будет расти. Чаще всего электромобили выбирают жители мегаполисов. Почти в 60% случаев – это алматинцы. В общем, в их автопарке насчитывается больше 6 тысяч электромобилей. В Астане зарегистрировано больше тысячи таких машин. Замыкает тройку Алматинская область. Там больше 500 электрокаров. Реже всего такой вид транспорта можно встретить в области Абай всего 25 единиц. Что касается инфраструктуры для экологичного транспорта, то сейчас вдоль республиканских трасс установлено не так уж и много станций электрозарядок. То есть больше 20, довести их до сотни планирует Министерство транспорта. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Лязат Стамгазиева. Мы поэтапно будем строить электрозаправочные станции. В приоритете будут наиболее загруженные трассы. В планах запустить проекты на автодорогах Астаны, Караганды, Алматы и Шимкента. И в завершении информация с данной Национального банка о курсе валют. Доллар стоит 480 тенге 50 тинов, евро 534 22, рубль 5 тенге 18 тинов и китайский юань 68 тенге 12 тинов. Коллеги, на этом у меня все. Сабин, спасибо. Сразу подхвачу твою тему, что в Астане стало больше. То есть в Казахстане стало больше электрокаров, но не везде созданы условия. Всего в двух мегаполисах и того 20 электрозарядных станций, да? Чуть больше 20. Чуть больше. К 100 хотят довести, но когда это будет, пока точно неизвестно, и реально ли это у нас. На эту тему мы продолжим говорить с нашим международным... Да, каждый четвертый автомобиль, который продали в мире в 2023 году, по статистике был электрическим. Это данные британского аналитического агентства World in Data. Китай, безусловно, глобальный лидер по продажам электромобилей, а вот как обстоят дела с современным автопромом в других странах, расскажет наша коллега Сандугаш Байгуанеш. Она присоединилась к нам в студию. Сандугаш, приветствую. Что вообще нового в мире электромобилей происходит? Да, если сравнивать в целом в мире, то на скандинавских дорогах в последние годы появляются все чаще машин с электрическим двигателем. И возглавила этот список Норвегия. В стране сейчас 9 из 10 проданных машин являются электрическими. Большинство из них – модели Тесла. Рост продаж автомобилей с электродвигателем там стимулирует государственная поддержка. Покупателей и арендаторов электрического транспорта освобождают от углеродного налога и НДС. Кроме того, владельцы электрокаров имеют 50-процентную скидку на дорожные налоги и другие пошлины. Также в большинстве городов Норвегии установлены бесплатные зарядные станции. Только в столице Осло их насчитывается порядка двух тысяч. Электрификация парка легковых автомобилей идет быстрыми темпами. Ни одна страна в мире не приблизилась к той гонке электромобилей, которую мы сейчас переживаем в Норвегии. Продолжая эту тенденцию, мы вскоре достигнем цели – 100% автомобилей с нулевым уровнем выбросов. В группе развивающихся рынков электромобилей – Объединенные Арабские Эмираты. Там увеличивают количество зарядных станций, причем бесплатных. К концу этого года власти намерены открыть до 100 пунктов, каждый мощностью до 160 кВт, что позволяет зарядить около четырех электрокаров сразу. Зарядные станции установят во всех семи Эмиратах. Ими сможет воспользоваться каждый желающий. А к 2030 году количество станций увеличат до тысячи. Развитие экологичного транспорта позволит сократить выбросы углекислого газа на 100 тысяч тонн. Показатель равен 2 миллионам посаженных деревьев. Отмечу, что больше 80% жителей ОАЭ хотят пересесть на электромобили. Электромобили – это будущее глобальной мобильности. Наше общество становится все более заботливым к окружающей среде и экологии. Жители хотят иметь большой выбор и играть активную и позитивную роль в более устойчивом будущем. В прошлом году мировые продажи электромобилей достигли впечатляющих 14 миллионов единиц. Это на 35% больше по сравнению с предыдущим годом. После четырех лет спада такого показателя отрасль достигла впервые на мировом рынке. И как мы видим сейчас на графике, больше всего электромобилей было продано в Китае – более 8 миллионов единиц. На втором месте находится США, которые поставили на рынок 1 миллион 400 электрокаров. В два раза меньше показатель оказался у Германии. А вот на следующих строчках рейтинга расположились Франция и Великобритания с разницей в 20 тысяч машин. Несмотря на популярность электромобилей, в мире по-прежнему преобладают машины с двигателями внутреннего сгорания. По данным аналитиков World in Data, в среднем продажи в этом сегменте сократились на 2%. Коллеги, на этом я завершаю свой обзор. Благодарим, Сантуаш. Спасибо. Мусорный полигон Ватерау не соответствует экологическим и санитарным требованиям. Там скопилось свыше 3 миллионов тонн твердобытовых отходов. Из-за этого на окраине города стали появляться стихийные свалки. В этом году их выявили около 100. И наш корреспондент узнал, когда в регионе построят новый полигон. Есть слово. Зловонная гора мусора высотой с пятиэтажный дом образовалась в пригороде Атырау. Здесь на площади в 35 гектаров скопилось 3 миллиона тонн твердобытовых отходов. Их не перерабатывают, а просто сжигают. Дым со свалки негативно влияет на экологию региона, отметил депутат областного маслехата Арман Хайрулин. Мусорный полигон работает незаконно по экологическому кодексу с 2021 года, потому что с этого времени мусор никак не сортирует и не перерабатывает. А из-за постоянного его сжигания выделяются различные вредные вещества, которые негативно сказываются на здоровье жителей. Проблему мусора в регионе активно поднимают последние 10 лет. Строить новый полигон, соответствующий экологическим нормам, должны были начать еще в 2016 году. Но по каким-то причинам дело не сдвинулось ни на шаг. В настоящее время проводится корректировка проектно-сметной документации, потому что на месте предполагаемого строительства мусорного полигона выявили поднятие грунтовых вод. Ранее по первому проекту годовой объем составлял 150 тысяч кубометров мусора, но с учетом роста численности населения мы его увеличили до 200 тысяч. Пока ответственные специалисты дорабатывают проект по строительству нового полигона, на старом начали работы по очистке и дезинфекции. В настоящее время отделом ЖКХ жилищной инспекции объявлен электронный конкурс. Определен победитель по рекультивационным работам. Надеемся, что после завершения строительства нового полигона проблема мусора в городе разрешится. Старый полигон продолжает работать. Ежесуточно сюда привозят порядка 350 тонн мусора. Местные власти надеются, что после открытия новой мусорной площадки удастся разгрузить старую свалку и решить наболевшую мусорную проблему. Анастасия Сулейманова, Айбек Байзаков, Жандос Рахметуллин, АТРАУ24КЗ. Банки развития вложили 125 миллиардов долларов в борьбу с изменением климата. В прошлом году это рекордная сумма, отмечают в своем отчете эксперты Европейского банка реконструкции и развития. По сравнению с 2022 сумма увеличилась на 13%. Деньги направляют на финансирование проектов, которые помогают уменьшить выбросы углерода и адаптироваться к изменению климата. В частности, на строительство установок для генерации возобновляемой энергии, улучшение инфраструктуры и сельского хозяйства и не только. Тем временем комиссия по ядерной безопасности Южной Кореи выдала лицензию Корейской корпорации по гидро и атомной энергетике на строительство двух энергоблоков АЭС Шин Хануль. Строительство этих объектов планируют завершить там к 2033 году. На это потратят около 9 миллиардов долларов. О планах развития атомной энергетики в Южной Корее узнал наш собственный корреспондент Владислав Цой. Разрешение на строительство третьего и четвертого энергоблоков АЭС Шин Хануль выдано в середине сентября. Станция расположена на востоке страны. Стройплощадка находится рядом с первым и вторым блоками этой электростанции. В отчете комиссии по ядерной безопасности говорится, что месту, где появятся новые объекты, не угрожают землетрясения и цунами. Новые энергоблоки будут работать с помощью южнокорейских водоводяных реакторов APR-1400. Такие же действуют на атомной электростанции Барака в Объединенных Арабских Эмиратах. И эти же реакторы Южная Корея предложила установить на АЭС в Казахстане. Президент Токаев активно занимается вопросами индустриализации. Это не только строительство заводов, но и создание национальных исследовательских центров искусственного интеллекта. Для этого нужно много электроэнергии. И наиболее экологически чистым способом ее полу является атомная энергетика. Мы построили свою первую АЭС при поддержке США. Учились и отправляли студентов на обучение в Америку. Если Казахстан решит построить свою первую АЭС совместно с Южной Кореей, мы можем сотрудничать. И казахстанские инженеры, и ученые смогут перенять наш опыт. Власти Южной Кореи намерены увеличить число ядерных реакторов в стране и постепенно отказаться от угольных электростанций. Ведь по подсчетам южнокорейских экспертов, атомные электростанции выбрасывают в атмосферу в 68 раз меньше парниковых газов по сравнению с угольными. А себестоимость выработки электроэнергии на АЭС в 17 раз ниже. Ядерная энергетика экономически выгодна и конкурентоспособна, считает эксперт Джон Мин Хён. Для стабильного экономического роста Казахстана необходимо развивать определенные отрасли промышленности, включая цифровую сферу. В этих отраслях особенно важна стабильная и достаточная подача электроэнергии. А ядерная энергетика с экономической точки зрения является эффективным способом генерации энергии. Кроме того, в Казахстане есть значительные запасы природных ресурсов, необходимых для атомной энергетики. Особенно много урана. Корейская компания была выбрана в качестве приоритетного претендента на проект строительства новой АЭС «Дукованы» в Чехии. Также Южная Корея совместно с Россией участвует в возведении атомной электростанции в Египте. По словам президента страны Юн Сок Йоля, до 2030 года южнокорейские компании намерены построить 10 АЭС за рубежом. Владислав Цой, Ольга Лян, 24КИЗ, Южная Корея. И к другим темам. Двух амурских тигров Богдана и Кому привезли в Казахстан из Нидерландов. Это супер новость, потому что это возрождение нашего туранского тигра. Эти животные станут основой для восстановления популяции в нашей стране. Сообщили в Минэкологии обживаться. Хищники будут в резервате или балхаж в Алматинской области. За какое время ученым удалось воссоздать там условия дикой природы, расскажет Полина Зачиналова. Новым домом для нидерландских тигров стал резерват или балхаж в Алматинской области. Туда хищников привезли на вертолете. Богданы Кома, так зовут привывших животных, будут жить в специальных вольерах. Когда они обзаведутся потомством, тигрят отпустят в дикую природу. У семей кошачьих важная миссия – восстановить популяцию тигра в Казахстане. О том, что нужно возрождать популяцию тигра в Казахстане, заговорили еще 14 лет. Этим летом Министерство экологии подписало меморандум о сотрудничестве с Всемирным фондом дикой природы. В рамках соглашения к 2025 году в Казахстан планируют завести еще четырех хищников из России, рассказал представитель профильного ведомства Аскар Абдрахманов. Эта программа нам даст восстановить численность туранского тигра. Амурский тигр, допустим, сейчас его сюда привезли, в наш регион, в Балхашский регион, он автоматом становится туранским. В России на Алтея считается Амурским, то есть на Дальнем Востоке. Здесь, если она сюда переходит, она становится туранским тигром. Чтобы на новом месте тиграм было комфортно обживаться, в резервате восстанавливают их естественную кормовую базу. В прошлом году туда завесли 60 куланов, рассказал эксперт проекта про он в Казахстане Айманом Рбекова. В этом году, буквально в конце сентября, начинается второй этап перевозки куланов на территорию Государственного природного резервата, или Балхаш, и будет перевезено 35 голов куланов. Сейчас мы проводим работу по бурению скважины, водной скважины, на территории Государственного природного резервата, или Балхаш. Были восстановлены порядка 4-5 колодцев на территории резервата и за пределами, где теперь животные могут подходить и пить воду. Если говорить про будущих тигрят, то вначале им придется пройти специальное обучение. Как только маленьким хищникам исполнится полтора-два года, их отправят в дикую природу жить самостоятельно. Полина Зачналова, Нарусбайку Маказы, Галамжана Балахат, 24 Кизет. А какие условия создают в Казахстане, чтобы сохранить популяцию редких видов животных, об этом и не только поговорим с исполнительным директором Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Веры Вороновой. Как вы видите, она уже с нами на связи напрямую. Вера Владимировна, приветствуем. Здравствуйте. Спасибо, что уделили время. Нас хорошо слышно? Доброе утро. Слышно хорошо. И первый вопрос для вас, Вера, такой. Какие основные виды животных в Казахстане сейчас находятся под угрозой исчезновения? И какие усилия предпринимаются для их сохранения? Спасибо. На самом деле, важно сказать, что у нас есть действительно редкие виды животных. Слава Богу, нет таких, которые являются под угрозой исчезновения. И в фокусе внимания все общественности сейчас, конечно, такие виды, как сайгак, например, восстановление диких лошадей Пржевальского, куланы. И даже, например, сейчас в фокусе нашего внимания такие крупные хищники, как тигр и преднеазиатский леопард. Но на самом деле нужно понимать, что вот это расширение программ по сохранению изучения, и этот фокус нужно тоже расширять и смещать на другие редкие виды животных. Например, это целая группа видов птиц, как редкие виды гусей. Есть, например, такие редкие виды хищных птиц, как степной аэро, сокол, балопат, на которые тоже нужно обращать внимание, потому что они являются важными как бы звенами экосистемы, особенно степных экосистем, которые покрывают большую площадь Казахстана. Ну и, конечно, не забывать нужно о, например, насекомых, они тоже являются представителями животного мира. И очень часто даже сейчас в новостях, в глобальном новостях звучат такие новостные таблоидные, что стремительно снижается численность именно опылителей насекомых, которые являются таким, как бы сказать, гарантом, в том числе нашей продовольствием безопасности. В целом, насколько сложен этот процесс восстановления популяции? Да, как помогает государство в этом нелегком деле? И ваша организация какую роль в этом занимает? На самом деле, наверное, самая главная сложность состоит в том, что Казахстан является действительно огромной страной с большими территориями. И иногда для того, чтобы понимать вообще, в принципе, какие мероприятия делать по тому или иному виду, нужно иметь очень достоверные данные. И на самом деле в этом, наверное, нам могут помочь только внедрение каких-то современных технологий. И, например, один из примеров 2009 года, наша организация ведет спутниковое мечение Сайгак. Это когда на отдельной особи одевается ошейник со спутниковым передатчиком, и мы можем ежедневно следить за передвижениями отдельных особей. И так как Сайгаки являются стадными животными, то есть понимая, как передвигаются отдельные особи, мы можем представлять пути миграции целых популяций. И, например, сбор этих данных вот уже за последние 15 лет помогает нам принимать решения, где нужно создавать охраняемые территории для этого вида, как эффективно планировать строительство автомобильных и железных дорог. То есть на самом деле это ключ. То есть получение достоверных данных для принятия рациональных, эффективных решений по охране. И вот в этом случае, конечно, роль общественных организаций, научных институтов именно играет важную роль. Это в сборе достоверных данных и научных данных. Ну сбор данных, понятно. Какие в целом есть успешные программы, которые помогают как раз-таки по восстановлению популяции исчезающих видов? Государственные, в том числе. Ну, на самом деле, нужно постоянно повторять и говорить, что восстановление Сайгака в глобальном мире рассматривается как что-то беспрецедентный успех. Потому что, к сожалению, вот этот конфликт из-за роста численности Сайгака с сельским хозяйством, он немножко затмил возможность праздновать этот успех в Казахстане. Это один из очень важных примеров. И в международном красном списке Сайгак поднялся сразу на три пункта вверх. И на самом деле, помимо этого, ведутся же большие программы по восстановлению тех видов, которые исчезнули в дикой природе. Это тот же самый тигр, о котором сейчас была информация. И восстановление популяции диких лошадей Пржевальского. Даже на самом деле по тем же самым хищным птицам тоже ведутся программы. Казахстан совсем недавно стал участником межправительственной инициативы по сохранению хищных птиц. И там тоже планируются отдельные программы по изучению и сохранению степного орла. Через решение проблемы гибели хищных птиц на линиях электропередач, через создание искусственных гнездов для этих птиц. Это вот такие несколько примеров. Ну вот вы заговорили о международных коллег. В целом, как наши отечественные сообщества и международные организации способствуют в этом вопросе? Наверное, такая основная роль это все-таки привнесение, как я уже до этого сказала, таких интересных технологий современных. То есть, например, сейчас совместно с Министерством экологии мы отрабатываем одну новую методику изучения березнообразия водных экосистем через определение березнообразия через ДНК. Когда ты можешь взять пробу воды в водоеме, вытащить из этой пробы, я простыми словами объясняю, ДНК. И по тому, какие ДНК животных и обитателей этого водоема ты находишь в этой пробе, ты можешь очень быстро провести анализ, кто живет в этом водоеме. И даже, например, если это река, волк прошел через реку, он оставил свою ДНК, ты можешь понять, что волк обитает в этой территории. Это одна из таких современных технологий, которые сейчас успешно используются в других странах, и мы стараемся ее принести в Казахстан. И это даст возможность очень быстро провести инвентаризацию березнообразия во многих водоемах Казахстана. Например, это тот же самый спутниковое мечение животных, это тоже какие-то методологии, которые ранее показали эффективность других странах. И через вот эти партнерства с международными организациями, которые делают так похожие программы в других странах, у нас есть возможность обучаться, получать доступ к этим информации, к этому опыту и внедрять его в Казахстане. Вера Владимировна, а насколько вообще есть шанс восстановить того же туранского тигра? Ладно, сайгаки, они существуют, да, хоть и были на грани когда-то, исчезновения. Нас многие не понимают, да и я в том числе, как создать заново животное, которого нет. Ну, конечно, аналоги, если можно так называть, аналоги. Амурский тигр, там другой, бенгальский есть, да, а туранский, он чем-то все равно же отличается. Это путем международных проб? Единственный, конечно, способ, это реинтродукция наиболее близкого генетически подвида туранского тигра. Это его самый близкий родственник, это амурский тигр. То есть это даже не отдельный вид, это подвид, да. То есть это значит, что этот вид, подвид, он когда-то был одним видом, обитал и географически был разделен, да. Да, ну, мои личные, как бы, оценки, что этот проект действительно имеет возможность быть успешным. Еще очень важно понимать, почему такие проекты с такими харизматичными видами очень важны. Потому что мы видим верхушку айсберга, да, то есть тигр приезжает в Казахстан. Но для того, чтобы воссоздать популяцию тигра, проводится очень много мероприятий для восстановления всех мест обитания, да. То есть это вся дельта реки, и там делается очень много мероприятий, создана охраняемая территория, работа с местом населения. И на самом деле это вот один из примеров, это тоже лошадь проживальского дико, когда через такого харизматичного вида ты можешь привлечь дополнительные ресурсы внимания международного и местного сообщества для создания и для обеспечения организации очень многих полезных мероприятий для этой территории. Благодарим. Действительно, мы видим только верхушку айсберга. Вы озвучили за короткое время и то, как решают, насколько это важно для нашей страны, популяция и защита вымирающих видов. С нами на прямой связи была Вера Воронова, исполнительный директор Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия. Благодарим вас. Это утро 24КЗ. Мы по-прежнему в прямом эфире. В студии для вас работают Тимур Саппар. И Луна Рейсен. Ну и, собственно, как мы и обещали, сегодня в правительстве обсудят ликвидацию последствий паводков и их предупреждению. Напомню, ранее в стране выделили больше миллиарда тенге на восстановление электросетей. В Западно-Казахстанской области средства перечислят в бюджет региона. Больше миллиарда тенге из чрезвычайного резерва выделят на ремонт электросетей в Кустанайской области. Ну и, собственно, об этом мы сейчас и поговорим. Да, как и проговорили, заседание уже идет. И в правительстве находится наш корреспондент Гульнара Ерманова. Она подключается к нам прямо сейчас на прямую связь. Гульнара, если слышно все хорошо, о чем сейчас говорят на заседании и какая выстроенная стратегия? Как будут решать, с чего начинать по устранению? Доброе утро, Лунара. В правительстве проанализировали последствия масштабных паводков, которые произошли этой весной и провели работу над ошибками. Напомню, режимы ЧС тогда были объявлены в 10 и 17 регионах. В первую очередь в МЧС пересмотрели форменное омбудирование и спецснаряжение спасателей. Кроме того, закупили качественную спецтехнику, в том числе самолеты и вертолеты. А казахстанских пилотов планируют обучить ночным полетам и полетам в сложных погодных условиях. Как сообщил глава МЧС, в ведомстве пересматривают структуру управления и объединяют все подведомственные организации в одно территориальное подразделение. Особое внимание уделяется спасательным службам, которые на сегодня разрознены и не имеют необходимых условий. В стране планируют также создать уникальное пожарное депо, где будут прикреплены медики, пожарники и спасатели. Также в Казахстане создан комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций. Его наделили контрольными функциями. Теперь за невыполнение мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций будут приниматься административные меры. Возможно, казахстанцев обязывают страховать имущество от чрезвычайных ситуаций. В целом, в регионах проводятся превентивные мероприятия. Например, на опасных участках рек углубляют дно. В результате паводков пострадало больше 200 населенных пунктов и 17,5 тысяч жилых домов. Почти каждый второй дом был признан неподлежащим восстановлению. На этом у меня все. Лунара, вам слово. Благодарим, Гульнар. Мы на эту тему будем говорить еще с нашими экспертами. Вас отпускаем, прощаемся. Это была Гульнара Ерманова, наша коллега из зала правительства. О погоде. Снег может выпасть в Акмолинске и Североказахстанской областях. КАЗ «Гидромет» прогнозирует в этих регионах осадки и похолодания. Температура воздуха ночи опустится там до 7 градусов морозом. По информации синоптиков, дожди пройдут на западе, востоке и в центре страны. Ясная погода будет только в южных регионах. По республике усиление ветра. В Астане, между тем, солнечно и без осадков. Столбики термометров покажут плюс 15. Казахстанцы могут вакцинироваться от гриппа. Для этого нужно обращаться в поликлинике по месту прописки. К эпидемиологическому сезону Казахстан закупил больше 2 миллионов доз вакцин от гриппа. Это препарат российского производства «Гриппол», сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. В стране уже привились 26 тысяч человек. На тему медицины продолжим говорить. В Казахстан стали чаще приезжать, чтобы поправить свое здоровье. Количество медицинских туристов за год возросло в 4 раза. По данным профильной ассоциации, если в 2022-м отечественные клиники посетили 1360 человек, то в 2023-м за лечением в страну приезжали уже свыше 5000 иностранцев. 90% медицинских путевок покупают жители СНГ. В 10% случаев представители дальнего зарубежья. По данным Ассоциации медицинского туризма, самые востребованные направления – это кардио- и пластическая хирургия, ортопедия, а также стоматологические услуги. А сейчас о странах, где наиболее развит медтуризм. Клиники Южной Кореи смогут принимать до 700 тысяч иностранных пациентов в год этого показателя. Там планируют достичь к 2027 году. В прошлом году для лечения страну посетили 600 тысяч человек. Показатель резко вырос на 144% за год. В основном это граждане Японии, Китая и США. Из нашей страны туда поехали 12 тысяч человек. Чаще всего зарубежные туристы посещают Южную Корею при дерматологических заболеваниях и болезнях внутренних органов. Также там популярны профилактические медицинские обследования и пластические операции. Турция входит в топ-5 стран, куда приезжают за медицинскими услугами. Чаще всего там проводят пластические операции и пересадку волос. Также турецкие специалисты помогают избавиться от лишнего веса. Власти страны планируют довести доходы от отрасли до 10 миллиардов долларов в 2030 году. Жители каких стран чаще всего посещают республику с целью медицинского туризма? Ответ в материале нашего корреспондента. Медицинский туризм начал развиваться в Турции в начале нулевых. С тех пор в стране провели масштабные реформы в системе здравоохранения. В частности, увеличилось количество государственных больниц. Крупные инвестиции вложили в частные клиники. За 20 лет доходы от отрасли возросли многократно. Ежегодно медицинские услуги получают почти 2 миллиона пациентов. У Турции большой потенциал в таких широких областях, как медицинский, культурный, религиозный, зимний и спортивный туризм. С 2008 года мы решили сделать туристическую сферу стратегической отраслью. Мы провели крупные реформы в таких важных областях, как история, вера, культура, природа, здоровье и гастрономия. С целью расширить туристический сезон до 12 месяцев в году. За последние десятилетия успехи Турции в медицинском туризме значительно возросли. В 2022 году в страну на лечение приехало более полутора миллионов иностранных пациентов. А в 2023 это число достигло двух миллионов. В основном приезжают туристы из стран Европы, Ближнего Востока, России и США. Мы занимаем первое место в мире по пересадке волос. В последние годы мы сделали важные шаги с точки зрения бизнеса. У нас также хорошие показатели в лечении ожирения. Однако, если мы разовьем другие направления, такие как термальный туризм, который пока не рассматривался, или уход за пожилыми людьми в рамках озарительного туризма, мы сможем увеличить доходы примерно до 10 миллиардов за несколько лет. Наши соотечественники часто едут в Турцию за медицинскими услугами. По неофициальным данным, только в 2022 году около 10 тысяч человек отправились лечиться в Турецкую республику. Большинство из них выбрали больницы в Стамбуле, Анкаре и Анталии.